Зеленскому не разрешают бить американским оружием вглобь территории России, и при этом он же продолжает перемещать войска вдоль границы. Трампа это не беспокоит, он собрался обидеться на Путина. Это новости сети Белоруссии Терегомель Михаил Садовский. В ближайшие 10 минут мы изменим привычный взгляд на новости. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании контактной группы на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии не смог убедить западные государства дать Киеву разрешение применить дальнобойное оружие для ударов по военным объектам в России, передает The Washington Post. Глава Пентагона Луид Остин, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не может передать Киеву более дальнобойное вооружение, чем ракеты ATECOMS, заявил, что нет какого-то конкретного вида оружия, которое бы радикально изменило ситуацию на поле боя. Отсутствие прямого разрешения на удары вглубь России со стороны про-украинской коалиции вполне ожидаемо. Запад всегда будет ходить около непосредственной красной линии, но никогда ее не переступит. А вот подставить под удар Зеленского или пару-другую бригаду ВСУ – это дело святое. На Западе украинских солдат считать не привыкли. Одной из немногих стран, которая в формате Рамштайн все-таки отличилась, стала Эстония. Эти ребята, как мы знаем, всегда идут в авангарде группы прибалтийских русофобов. Министр обороны Эстонии Ханна Певкур заявил на встрече контактной группы обороны Украины на авиабазе «Рамштайн», что Украине необходимо разрешить атаковать российские авиабазы. На мероприятии он также встретился со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Певкур предоставил ему планы Таллина по дальнейшей помощи ВСУ. Ранее в Эстонии допустили, что оружие, поставленное Украине от страны, может использоваться при обстрелах Курской области. Все сказанное и сделанное Певкур обязательно будет добавлено или, правильно сказать, пришито к делу о содействии террористическим атакам на мирное население российского региона со стороны Зеленского и компании. Квартал 95 нынче не тот, правда важно отметить, что не вся Европа придерживается одинакового мнения относительно украинского вопроса. В отличие от эстонских коллег, немецкий канцлер Олаф Шольц призывает к более быстрому переходу к мирному, урегулированию конфликта на Украине, чем сейчас кажется возможным. Канцлер ФРГ также выступил за участие России во втором мирном саммите по Украине, сообщает телеканал ZDF. По словам Шольца, с этим согласен и украинский президент Владимир Зеленский. Канцлер заявил, что у него очень хорошее отношение с Зеленским и обещал сделать все возможное, чтобы убедиться, что Украина получает поддержку. Я бы даже сказал, что Украина уже получает не просто поддержку, а палеотивную помощь. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его обидели слова российского лидера Владимира Путина, заявившего о поддержке вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом он сообщил в ходе митинга в штате Висконсин. Трансляцию вел телеканал Newsmax. Кандидат в президенты США отметил, что заявление главы Российской Федерации, вероятно, было сделано с улыбкой. Уважаемому Дональду Трампу рекомендуем не обижаться, а прочитать сборник пословиц русского народа. Там что-то про воду было. Еще одним лучшим решением будет анализ поведения индексов доверия к кандидатам со стороны американского электората. Согласно общенациональному опросу, который провел Нью-Йорк Таймс и Сиенский колледж, кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп и кандидату демократической партии вице-президент Камала Харрис, фактически имеют равные шансы на предстоящих выборах. Об этом сообщает Рейтерс. По данным опроса, рейтинг Трампа выше рейтинга Харрис на 1% Непонг, то есть 48% и 47% соответственно. А вот теперь следим за гроссмейстерскими движениями Рок Путина над геополитической шахматной доской. Трамп смог приблизиться к Харрис в рейтинге сразу же после того, как Владимир Владимирович высказался о поддержке последней. Так может быть могучему Дональду стоит не обижаться на Путина, а поблагодарить за помощь? Кто знает, что же на самом деле стояло за заявлениями российского лидера. Еще в далеком 2018 году на переговорах в Хельсинки Владимир Путин призывал тогдашнего главу Белого дома Трампа опираться не на сиюминутные политические интересы, а на факты. У нынешнего кандидата на выборах от республиканцев было целых 6 лет, чтобы осознать всю серьезность этих рекомендаций. К слову, внутри самого американского общества существует мнение, что электоральный ноябрь будет очень горячим. Треть американцев сомневается в мирной передаче власти по итогам выборов в США. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитической кампанией ЮГОВ. Полгода назад Трамп предупредил о кровавой бане в США в случае своего поражения. Если эти выборы не будут выиграны, я не уверен, что в этой стране когда-нибудь пройдут еще одни выборы, поделился политик. Выборы в США будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее. У границ Беларуси сконцентрирована группировка ВСУ в 14 тысяч человек. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ. По его словам, белорусская группировка сил у украинских границ в разы меньше той, которая находится на сопредельной территории Украины. При этом он напомнил, что Беларусь всегда была заинтересована в мире. Беларусь это страна исключительно миролюбивая, но время, когда мы безоговорочно верили на слово своим белым и пушистым соседям прошло. Тренд на несоблюдение своих обещаний со стороны Запада и Украины был усвоен еще тогда, когда в одностороннем порядке были растоптаны мирные договоренности. Теперь этот финт ушами не прокатит. Тем более, что очаги напряженности формируются и на наших западных рубежах. Общая численность группировки, развернутой в Польше под предлогом усиления ее охраны, достигает 17 тысяч военных. Кроме того, в Польше формируется новая механизированная дивизия. Военное руководство Германии также продолжает работу по формированию 45-й танковой бригады национальных вооруженных сил на территории Литвы. Это еще одна выдержка из интервью Александра Вольфовича. К слову, в том, что в военной сфере у поляков и литовцев взаимодействие отлажено, сомневаться не приходится. Две страны начали переговоры о создании совместного регионального логистического центра боеприпасов для РСЗО «Хаймарс». Такое заявление прозвучало от президента Литвы Гитана Санауседы после форума оборонной промышленности в Польше. Литовцы не просто готовятся к заварушке в Европе. Они уже и пути к отступлению планируют. До начала октября в Литве будет разработан национальный план массовой эвакуации, объявила министр внутренних дел страны Агне Белатайте, пишет ЛРТ. По ее словам, недостаточно укреплять гражданскую защиту на национальном уровне, поэтому было решено работать вместе с другими странами Балтии. Кроме того, страны будут подавать заявки на финансирование со стороны ЕС. Если так случится, что Литве придется активировать пункт о начале массовой эвакуации, то для осуществления. Последней понадобится два или три автобуса типа Икарус. Это мы, конечно, утрируем, но суть литовской проблемы вполне понятна. Естественно, иммиграционная убыль страны в 2023 году составили более 42 тысяч человек, и это при населении порядка 2,8 миллиона. В настоящее время в Литве проживают около 220 тысяч иностранцев, то есть чуть менее 10% от общего числа проживающих на территории страны. Несмотря на все проблемы с оттоком населения, власти Литвы продолжают воинственную риторику, попутно набивая карманы интересантов происходящего на Западе. Вильнюс для укрепления безопасности должен довести осигнование на военные нужды до 3,5% от валового внутреннего продукта. Об этом заявил президент Балтийской республики Гиттанас Науседа. Президент отметил, что эти финансы следует оценивать не как расходы, а как необходимые инвестиции в безопасность. Я склонен называть их именно так, утверждал Науседа. Оно-то все хорошо, вот только было бы кому эти деньги в экономике страны генерировать. Основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал полеты на Марс. По его мнению, осуществлять первый полет с экипажем на Красную планету возможно всего через 4 года. Первые корабли Starship к Марсу будут запущены через 2 года. Они будут без экипажа, чтобы проверить надежность посадки на Марс. Если посадка пройдет успешно, то первые полеты на Марс с экипажем состоятся через 4 года. Написал Маск в своем Икс. Маск, если обещает, то делает примечательно, что сроки отправки человечества на Марс совпадают с примерным окончанием потенциального нового срока Трампа в качестве президента США. А как мы знаем, Маск имеет все шансы на вхождение в администрацию 47-го главы Белого дома. Может быть, Маск действительно что-то знает и просто готовится, хотя, судя по тенденции, корабли для космического побега могут пригодиться и раньше. Если власти США снова попытаются сфальсифицировать выборы, в стране начнется гражданская война. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По мнению парламентария, демократы в 2020 году превратили поражение в победу массированной фальсификацией. Для отсутствия любых споров доверили бы в США проведение выборов нейросетям. С новостной картиной дня они вполне себе справляются. Это были новости сети Михаил Садовский. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok